Здесь я стала называть его мастером тьма, пришедшая со Средиземного моря Латвила, ненавидимый прокуратором в город. Дурдом как модель общества и высшая точка приложений сил, удачной проекцией на некоторые события наших дней, какую бы сферу ни копни. Мастер Маргарит уже не раз баловали казанцев, с исправным постоянством это делал и театр Виктюка, представляя Воланда главным действующим лицом. Я думаю, что и сейчас загляни он к нам, тоже нашлось бы с кем разобраться и какого талантливого человека за собой забрать. О спектакле создателя театра на Юго-Западе Валерия Беликовича написано немало восторженных отзывов, так и хулы. Как-никак здесь свои последние роли на сцене играли Анна Самохина и Виктор Авилов. Через материал Булгакова в сценической версии прошли весьма популярные актеры современного кино и театра, своеобразные приманки для реализации билетов на спектакль. В минувшие выходные казанцы увидели Владимира Стеклова в роли Воланда. Эту роль актер играет три года, хотя приходилось окунаться в мир Булгакова неоднократно, то Шарикова, то Преображенского. По признанию актера, в эпоху книжного дефицита он даже хотел уволочь у знакомых книгу Булгакова. У меня первое желание было украсть, а потом упасть на колени и умолять, ну, подарить не только продателю. Ну, такая нелепость. Кончилось ничем. Но вот это я помню свое, когда книга мастера Маргарита. Стекло вспоминает еще один опыт встречи с булгаковским персонажем Азазелла в экранизации Юрия Кары 1994 года. Тогда многие актеры выразили возмущение по поводу оскопированного выхода сериала в четырех частях. Не случайно вокруг этого романа ходили множественные какие-то легенды и настоятельно рекомендовали не экранизировать его. Я никогда не играл в «Мастере Маргарите» на театре. Итак, стекло в сотоварищей в который раз разыграли сцены из культового романа, сдабривая диалогами на все времена и танцами а-ля Варьете. Собственно, так и должно быть. Дурдом и Варьете, близнецы, братья. Кстати, о товарищах, горожане, всматривающиеся в лица актеров, кажется, никого не узнали. Некоторые молодые ранние и не очень впервые появились перед очами казанских театралов. Например, представители театра Днепродержинска. Это тот материал, который хочется играть. Играть его можно очень долго и много. И, скажем так, мы дна никогда не достигнем. Потому как писал действительно мастер. В общем, никогда не разговаривайте с неизвестными, как писалось в романе. На сцене говорилось и творилось многое. Впрочем, за этим собственные пришли. Кто за словом, кто за возможность пережить свои ощущения от прочитанного, кто от встречи с медийными лицами. Вроде бы срослось. Дмитрий Пиаваров, Альфред Камилевский, Телеканал Эфир.